Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Лучшие пилоты тепловых аэростатов простились с Рязанской землей еще на год рапортовали рязанские СМИ. Фестиваль воздухоплавания «Небо России-2014» официально завершен. Юбилейные кубки уехали в Москву и Подмосковье. Подробнее об этом и не только говорим с Александром Мавриным, спортивным директором фестиваля и президентом Федерации воздухоплавания Рязанской области. Первый вопрос. Все ли прошло так, как вы планировали, по крайней мере, основная часть? Абсолютно. Из запланированных полетов только один не состоялся по погодным условиям. Финальный, да? В среду вечером, да, и чуть-чуть было смазано вечернее свечение за премьером. А финальный, который воскресный, все пилоты устали, в принципе, особо не планировали его. И когда увидели ту облачность, которая развивается, однозначно решили все, что нет. Ну, я знаю, что это был спорный вопрос. Более старшие ваши товарищи, они предполагали, что полет все-таки состоится. Мы тоже присутствовали в этот день. А когда на воскресенье? Ну, более старшие товарищи, как они индивидуалы, у нас, получается, мы провели мероприятие. Вот. И когда просто как бы в авиации, если есть поводы для сомнения, то проще отказаться от полета, чем потом героически бороться со стихией. Вот. При том, при всем то, что крайний полет, мероприятие провели успешно. Когда мы с вами встречались в последний раз, еще перед фестивалем, вы говорили, что это, в общем-то, гонка, а при том гонка по жестким правилам. Надо вот так и никак иначе. Ну, в итоге первое место занял Латыпов Сергей, второе Баженов Сергей, третий Денисенко. Ну, вот, Денисенко, Артем был... Это были ожидаемые результаты? Вполне, да. Соответственно, Денисенко, он двукратный чемпион этого года и прошлого. Вот. Баженов уверенный середнячок. Вот. Ну, как бы показывает постоянные результаты в верхней пятерке. Вот. Ну, Латыпов сейчас по России лидер в рейтинге. Вот. И среди россиян в мировом рейтинге он тоже занимает, по-моему, 11-12 место. Вы какие-то ошибки учли? Работу над ошибками проведете? Вот самое основное, что заметили, что отметили для себя? Ошибок, как таковых, критических не было. Были недочеты, вот, которые можно было бы избежать. Но одновременно с этим, считаю, то, что мероприятие прошло очень успешно. Вот. С погодой действительно повезло. Вот. Пилоты занимались тем, чем они должны заниматься летать. А желающих попасть к вам в кабинку было много? Много. Много, да. Откатали всех желающих. Единственное, что, опять-таки, с погодой в пятницу, например, не повезло. Там, я не знаю, сколько там было человек, но если смотреть на фотографии, то вся поляна была забита. Такой, знаете, ложка дегтя. Ложка дегтя, да. Она есть в любом случае. Вот. И здесь мы сделали все от нас зависящее. И, соответственно, нам повезло. На 40 минут выключили ветер вообще. В это время мы успели наполниться. А потом, я думаю, что все видели, что там произошло. Да. То есть, как бы пришел шквал, всех сложило. И, да, больше ни у кого даже мысли не возникало. Бороться со стихией это невозможно сделать. Что-нибудь о других участниках расскажите. Мы, естественно, видели, что летали шары. Мы видели вот эти все сборы, да, пункты, где вы собирались. Были рекордсмены. То есть, вот Галкин и Николай. У нас в буклете написано, я боюсь ошибиться с количеством рекордов. Ну, в общем, там больше двух десятков. Это связано и с высотой, и с дальностью. Были люди, которые летали на необычных аэростатах. Например, там форма сердца приезжала. Да, Лев Борисович желто-подводную лодку поднимал. А поднимать такие шары сложнее или проще или не имеет значения? Имеет значение форма? Конечно. Форма имеет значение, в принципе, по жизни. Вот. А все, что связано с тепловыми аэростатами. Желто-подводная лодка, она технически сложна. Вот. Там исполнение ее. Это она была одна из самых первых, которая была сделана вообще в России спецформ. Очень сложно внутри. Система там воздуховодов. Так, чтобы все винты, там, эти рубки. А что-то еще необычное? Вот нюансы. Хочется услышать именно нюансы. Мы-то смотрим только на шоу, да, красиво, да, летают. Особенности, да, то, что у нас, ну, пойма, где есть локальные ветра. Вот. И, в принципе, два задания были сделаны именно в расчете на то, что пойма повернет течение ветра и вместе с этим полет аэростата в нужную сторону. Вот. Пилоты реально этого не ожидали. А когда у них это получилось, все были довольны. Говорить там о восторге, конечно, я не берусь. Адреналин, скорее. Спрашивать у пилотов. Ну, как бы, да, спортивный адреналин и то, что они получили достаточно хорошие результаты все. Ну, вот. Изюминкой, я повторюсь еще раз, то, что мы проводим единственное в России, проводим мероприятие со спортивными наблюдателями. В связи с этим задания некоторые строятся не совсем так, как они строились бы, если бы мы проводили без них, да, то есть у нас больше реального общения между людьми, меньше электроники, вот. Больше нахождение на природе в поисках маркеров, вот. И, соответственно, это занимает гораздо больше времени уже после полета. А почему у нас, вы сказали, единственное в России проводится именно здесь? Почему именно наша рязанская земля, вот, практически центр города, да, выбран для такого красочного зрелища? Ну, выбран, так получилось. Получается, тесные контакты в свое время были начаты с РГУ имени Есенина, вот, там географический факультет. Ребята, в принципе, все подкованные, знают, что такое компас, азимут и карта, вот. И, соответственно, с ними работать гораздо проще и интереснее, чем там с какими-то сторонними людьми, вот. Но они занимают то, что радует активную жизненную позицию, вот. И многие из них были изначально вовлечены в организацию. Кто-то занимался приемной обработкой заявок, кто-то занимался набором волонтеров или, наоборот, вербовкой людей в обсерверы со спортивными наблюдателями. Кто-то занимался там всякими житейскими проблемами, проживанием, питанием и прочее. А девушки-пилоты есть у вас? Вообще, желающие-то есть? Да, девушки-пилоты есть. Мало того, мы же проводили чемпионат России среди женщин. Ну, вот, соответственно, приехало 4 участницы. Была борьба. Ну, с мужчинами бороться в воздухоплавании пока без шансов. Вот я хочу узнать, как женщина, почему? То есть, это требует особой силы, особых каких-то навыков. Мне кажется, если ты управляешь автомобилем, то ты виртуозно можешь им либо управлять, либо не уметь управлять, да? С шаром, как обстоят дела? Ну, все показывает таблица финальная, турнирная. Вот, то есть, соответственно... Им тяжело в управлении? Я вот о чем пытаюсь узнать. Да, там особо-то управлять ничего сложного нет. Значит, в географии не вычисли. Вверх-вниз, ну, как-то да. То есть, я не берусь оценивать и брать, но пока что девушки наши гораздо слабее. Вот, и некоторые задания... Ну, у нас как бы Кубок России. Приехали мужики нормально соревноваться. Вот, и некоторые задания и полеты им были, мягко говоря, не под силу. Вот, не успевали вовремя там уйти либо наверх, либо спуститься вниз, или как-то там сменить свой курс и направление. Но одновременно с этим... Свою долю романтики получили. Хорошая тренировка. Вот. Что сейчас, вот на сегодняшний момент? Все уехали, соответственно, прощались долго. Каждый день те, кто уезжал, вот, там по три раза ходили прощаться, потому что, ну, как, очень хорошая была дружеская атмосфера. Вы прощаетесь на год? Мы прощаемся на год до Рязани, да, но есть другие мероприятия, вот, где увидимся. А у нас будет с 27 июля по 2 августа в следующем году. Вот. Но пока это как фестиваль «Небо России», он в любом случае состоится. А уж какое будет конкретное мероприятие в рамках него, это будет известно после того, как мы пообщаемся с нашими местными органами власти. И одновременно с этим Бюро Федерации Воздухоплавания России, увидев то, что нас поддерживают финансово, утвердит либо кубок, либо чемпионат. Вот. Соответственно, ноябрь-декабрь будет окончательно принято решение. А новые фишки какие-то уже сейчас есть в мыслях на следующий год? Новые фишки в мыслях есть сейчас, но сейчас в мыслях другое. Это как можно больше поспать при любой вообще с удобным и удобном случае. И, соответственно, закрыть этот фестиваль. То есть еще, я думаю, что недели две необходимо, предстоит поработать так, чтобы все было ровненько. Спасибо вам за встречу. Я желаю вам в первую очередь выспаться. Спасибо. Я думаю, это ваше сейчас сокровенное желание. Я напомню телезрителям, это была программа «Подробности». Если вы что-то не увидели, смотрите на нашем сайте. Всего доброго.